В Москве в Патриаршем Центре развития детей и молодежи состоялся тренинг знакомства с движением «Даниловцы». Участники встречи познакомились с добровольческим движением и выполнили свои первые задания. Тему продолжит Ольга Гаврилова. Константин Иванов является «Даниловцем» уже три года. Он выбрал одну из самых сложных форм социального служения – переписку с заключенными. Из мест лишения свободы в Данилов монастырь приходят письма от арестантов. Они задают вопросы о духовной жизни, о толковании священного писания. Некоторые после освобождения спрашивают, можно ли пойти в монастырь. Мы, соответственно, отвечаем на этот вопрос. Объясняем человеку, что значит пойти в монастырь, что значит быть монахом. Они не всегда правильно это понимают, что это значит. Вот работы, которые выполнили дети в больницах совместно с волонтерами. «Даниловцы» оказывают духовную помощь и поддержку детям в четырех больницах Москвы, устраивают благотворительные ярмарки, ведут евангельские кружки. Кто же такие «Даниловцы»? Какими качествами они должны обладать? На этот вопрос ответила Лидия Алексеевская, координатор «Даниловцев». Которым небезразлична жизнь, который любит и ценит радость общения, который может взять на себя некоторую ответственность за тем, кому хуже, чем ему. И человек, который, по крайней мере, уважительно относится к православной вере. На сегодняшней встрече будущие «Даниловцы» ознакомились с возможными формами добровольческой помощи. Благотворительные ярмарки, евангельский кружок, помощь детям-сиротам. Несмотря на теплую майскую погоду, на тренинг собралось много людей, желающих стать волонтерами. А это значит, что «Даниловцев» становится все больше. Продолжение следует...